Последний эпизод Дома Дракона завершился так, что не только дал Черным силу для первого удара, но и стал самым горячим финалом за 10 минут в этом сезоне. Даже жарче, чем четвертый эпизод. У Рейниры теперь три новых всадника Драконов, считающихся дворнягами Джейсом, ее сила утроилась. Поскольку этих всадников нам показывали постепенно весь второй сезон, я подумал, что стоит подробнее рассмотреть персонажей и понять, почему именно им повезло соединиться с драконом, не сгорев дотла. Итак, давайте перейдем к видео и разберемся в этом. Вот объяснение новых всадников Драконов в Доме Дракона, сезон 2, эпизод 7. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Хью Хаммер. В седьмом эпизоде Хью первым претендовал на Дракона и Драконий Камень. Он всегда скрывал от жены Кэт, что в нем течет кровь Таргариенов. Это главная причина, почему Вермитор так легко принял Хью как наездника. Но в отличие от других, пытавшихся заявить права на Дракона с далекой родословной, Хью был кузином Визериса и Дэймона. Его мать была сестрой Байлона Таргариена. Говорят, мать работала в Доме Удовольствий, имея больше свободы за серебристых волос, привлекавших интерес. Думаю, близость родословной Хью к Таргариенам, недавно покинувшим трон, способствовала их безупречному союзу, в отличие от случаев с более далекими потомками. Кроме того, поведение Хью помогло Вермитору полюбить его и принять как наездника. Вермитор, известный как Бронзовая Ярость, второй по величине дракон в Королевстве после Вхагар. На Драконьем Камне Хью воплощал собой ярость и гнев. Потеряв дочь, он был там, чувствуя, что других вариантов нет. Он хотел изменить жизнь свою и Кэт, готовый умереть за это. Их жизнь в Королевской Гавани стала для него бессмысленной, полной хаоса. Это позволило ему не отступать, в отличие от других полукровок Таргариенов. Крича на Вермитора, он показал свою стойкость, что, вероятно, и заслужило уважение дракона. Дракон должен отражать своего всадника, что и произошло в этом случае. Думаю, дракон оценил самоотверженность Хью, пожертвовавшего собой ради женщины. Эти драконы считаются богами, помните об этом. Они наверняка отмечают каждую черту того, кто хочет с ними связаться. Хью и Вермитор кажутся идеальной парой по характеру. Я с нетерпением жду, как они поладят. В конце видео я раскрою спойлеры из книг. Если хотите узнать, что будет, продолжайте смотреть. Ульф. Вторым, кого мы видели в этом эпизоде с ближающимся с драконом, был Ульф. В конце эпизода мы увидели, как он, убегая от хаоса, который устроили Вермитор, и он, сжигая всех, кроме Хью, Ульф оказался в пещере, где думал, что он в безопасности и один. Но на самом деле все было наоборот. Он попал в пещеру, где отдыхала Среброкрыла, и Ульф даже наступил на несколько ее яиц. В этот момент я подумал, что Ульфу, скорее всего, конец. Уничтожение яйца, наверное, самое оскорбительное, что можно сделать с точки зрения дракона. Однако произошло обратное. Среброкрылый гриво толкнул Ульфа, и пока тот лежал, готовый принять смерть, дракон немного отступил. Затем мы увидели его в небе над Королевской Гаванью на Среброкрыле, показывая, что они теперь в паре, и что у Рейниры появилось два новых всадника из полукровок Аргариев, которых она призвала на драконий камень. Почему Ульф так быстро сблизился со Среброкрылом, совсем иначе, чем Хью с Вермитором? Связь с Вермитором была полна разрушений, смерти и опасности. Хью пришлось доказывать себя, а со Среброкрылом все наоборот. Как только она увидела Ульфа, сразу поняла, что хочет быть с ним в паре. Как и Хью, Ульф, вероятно, имел тесные связи с нынешней линией Таргариенов. В третьем эпизоде второго сезона он заявил, что внук Джей Хейриса Пирех и, возможно, сводный брат Визериса и Деймона. Этим он хвастался в местной таверне, хотя на самом деле не знал, правда ли это или просто выдумка. Как мы видели, он не хотел лететь на драконий камень, сомневаясь в своем происхождении. Вероятно, Среброкрыл так быстро выбрал его, потому что он действительно Таргариен, иначе связь не возникла бы. Думаю, как и Хью. Он тесно связан с живыми Таргариенами, что и является главным фактором. Наверное, почувствовал это. Причина разного подхода к Вермитору в том, что Среброкрыл считается намного спокойнее его. Поэтому не было крови и огня, а более игривый подход. Мы увидели разницу между драконами и как они выбрали пары. Спойлеры из книг. В книгах Хью и Ульф предали Рейниру, считая, что заслужили больше за помощь Черным. Джейс в последней серии выразил беспокойство, что связь с драконом людей, невоспитанных Таргариенами, дает простолюдинам огромную силу. Силу, которой не было, и Рейнира упомянула это в трейлере финала. Итак, их предательство лишит Рейниру той силы, что давало ей преимущество, и обратит ее против нее, подтвердив худшие опасения ее сыновей. В начале Танца Драконов они оба будут сражаться за Черных. Но в первой битве при Тамблтоне Ульф и Хью Хаммер предадут Черных и перейдут на сторону Зеленых. Во второй битве при Тамблтоне Хью погибнет, а Ульфа отравят за его притязание на Железный Трон. Ульф и Хью считали, что заслуживают большего. Будучи рыцарями, они жаждали стать лордами. Их стремление к власти и стало причиной их падения. Хоть во втором сезоне они кажутся верными, в третьем мы увидим их предательство и хитрость в полной мере. Сейчас у Рейниры есть сила с тремя новыми наездниками драконов. И я надеюсь, в финале мы увидим эпическую битву. Похоже, Эймонд поручит Хелен лететь на Дримфайре в бой, так что мы можем увидеть до семи драконов в финале. Сиракс, Сильверуинг, Вермитор, Сисмак, Вхагар, Дримфайр, Караксес и Вермакс. Сомневаюсь, что все пойдут в бой, это рискованно, но кто знает, это будет зрелищно в финале. Не забудем, что Рейна сбежала и ищет дикого дракона, так что мы можем увидеть, как она свяжется с ним и вернется к Рейнире, чтобы присоединиться к битве. В любом случае, я с нетерпением жду, что произойдет и как развернется этот финал. Вот и все. Новые наездники драконов во втором сезоне Дома Дракона эпизод 7 объяснены.